Библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава Евангелия от Матфея, я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала экзегет. Это глава о достоинстве Иисуса, но не только об этом, а вот отчасти она уже приближается время страданий, и вот отчасти она раскрывает тему, как тот, кто больше всего этого мира, как он вписывается в этот мир. Только что в 16 главе прозвучало исповедание Петраты, Христос, Сын Бога Живого, и здесь неожиданно Иисус дает своим ученикам то самое знамение, которое просили от него фарисеи и саддукеи, которые он им не давал, говоря, что только знамение он и пророка, они увидят. А здесь они видят, почему? Может, потому что не просят? Потому что это знамение им дается как некоторое подтверждение того, что и так они поняли, а не как средство убедить их в том, что им не близко. Фарисеям и саддукеям было бы оно именно таким. А через шесть дней Иисус берет с собой из всех учеников только Петра, Якова и его брата Иоанна. Почему только их? Мне кажется, потому что они по каким-то причинам были готовы это увидеть. Вот, знаете, не все одинаково быстро все схватывают. В любом классе есть отличники и отстающие, да, и в жизни тоже. Есть те, кто очень быстро что-то успевает, есть те, кто нет. Обычно они злятся, те, кто успевают на тех, кто нет. А здесь вот просто каждому в свой час. И с ними поднимаются на высокую гору. Там он пред ними преобразился. Его лицо просияло, как солнце, одежды засветились белизной. Интересно, что больше ничего не сказано. Очень краткое описание. Просто то, что явно сверхъестественно, да, то, что не могло быть само по себе. И там им явились Илья и Моисей. Они беседовали с Иисусом. А Илья и Моисей – это пророки и закон, ну, обычный порядок законы пророки. Ну, здесь вот так, то есть первый из великих пророков и главный, по сути дела, единственный посредник дарования закона. Законы пророки, напомню, это название, собственно, Ветхого Завета и Еврейской Библии в Новом Завете. Петр сказал на это Иисусу, Господи, как же нам здесь хорошо. Если тебе угодно, поставим тут три шалаша. Один тебе, один Моисею, один Ильи. И вот такое почитание шалаши. Ну, кстати, есть иудейский праздник Суккот, праздник Кущи, когда живут как раз в шалашах память об исходе из Египта. Вот такое прямо живое напоминание о том, что жизнь – это странствие. И вот постоянный дом, он не здесь, не в этом мире. И вот ученики, собственно, так Петр, по крайней мере, и хочет это сделать. И как-то здорово остаться, пусть на время, но продлить это время. А сами они даже готовы без шалашей просто на земле там спать. Да ладно уж, ерунда какая. Тут так здорово. Пока он говорил их, накрылось сияющее облако, и из этого облака прозвучал голос. Это мой возлюбленный сын, слушайте его. Похоже на то, что было в момент крещения, да? Такое как бы повторное подтверждение свыше. Больше такого нету во всей истории до распятия. И зачем это здесь? Может быть, потому что вот это краткое исповедание Петра, оно открывало только дверь. И Петр и еще два ученика, Яков и Иоанн, может быть, еще не до конца были готовы не просто один раз это сказать, но жить по этому исповеданию. Им нужно было это увидеть. Может быть, потому что это исповедание открывает для них дверь. Вот какое-то начало какого-то огромного мистического путешествия, которое только лишь вот краешком здесь им явилось, а потом будет совсем другая история. Не знаю, вот не могу сказать однозначно. Ученики, услышав это, пали ниц в огромном страхе, а Иисус подошел и коснулся их со словами «Вставайте и не бойтесь». Они подняли глаза и увидели, что никого больше нет, кроме Иисуса. А когда они спускались с горы, Иисус повелел им «Никому не говорите об этом видении, пока Сын человеческий не воскреснет из мертвых». А как же шалаши? А вот нельзя застревать в своих приятных впечатлениях. Да, вот эти моменты бывают, и они, наверное, делают нашу жизнь осмысленной, иначе кажется, зачем все это здесь зря. Но невозможно их заставить длиться. И смотрите, пока Сын человеческий не воскреснет из мертвых, они должны об этом молчать. То есть вот это чудо не должно становиться доказательством. Люди должны сами понять и принять его мессианское достоинство, но не нужно их грузить вот этими чудесами, так потом будут любить, в житиях их пересказывать и так далее. Вот такое нагромождение чудес, как подтверждение. Но подтверждение нужно там, где веры особо не хватает. Ученики спросили его, почему же книжники говорят, что сначала должен прийти Илья? Ну, это, собственно, из пророка Малахии. Это не то, что книжники сами выдумали, но такое стандартное толкование. Он сказал им в ответ, да, приходит пером Илья, чтобы все устроить. Но говорю вам, Илья уже пришел. Его не признали и поступили с ним, как захотели. Так и сыну человеческому предстоит пострадать от их рук. Так ученики поняли, что Иисус имел в виду Иоанна Крестителя. Но его казнил Ирод, мы об этом уже читали. И, конечно, здесь тоже, вот, может быть, многие ожидали приход Ильи с неба, с колесницей огненной, да, как и он вознесся, описано в Третье Царство. Вот так и здесь он должен явиться в каком-то совершенно удивительном облике. Но он может явиться и просто как человек, и ничего особенного не произойдет. В смысле никаких особенных чудес. Когда они вернулись к народу, к Иисусу подошел человек и пал пред ним на колени. Вот, смотрите, они возвращаются, и сразу опять этот мир с его страданиями, с больными, которых нужно излечить. И пал пред ним на колени со словами. Господин, жалься над моим сыном. Он эпилептиком, мучается страшными припадками. То и дело бросается он в огонь или в воду. Его приносили к твоим ученикам, но они не могли его исцелить. Ага, похоже, пока они там были на горе, к ученикам приносили этого самого больного юношу, и те не смогли его исцелить. То есть попытались хотя бы, но вот никак. Так, Иисус сказал в ответ, то род неверный, как долго мне еще быть с вами? Как долго мне вас терпеть? Приведите его сюда ко мне. Он раньше так не говорил с людьми. Или от про учеников. Что плохого? Не хватило веры? Ну и что? Ну, им там всем не хватает. Или вот этот контраст с тем, что они видели только что, да? Тем, что они пережили только что. Вот, может быть, само его пребывание среди этих людей, вот среди этих толп, которые ждут исцеления, они для него, ну, мучительны по-своему. Когда вот пытаешься что-то людям объяснить, они только хотят этих бесконечных чудес, без демонстрации, здоровичка, хлебушка. Иисус повелел бесу выйти из мальчика, и с этого часа он исцелился. А ученики подошли к Иисусу и спросили его на день, а что же мы не смогли его изгнать? Обратите внимание, он их не упрекает сам. Он дожидается от них вопроса. В конце концов, никто не обязан творить чудеса. Но они хотят знать, почему они не могут. Тот им ответил, вера у вас не хватило. Аминь, говорю вам, аминь, истина. Если будет у вас вера размером хоть с горчичное зерно, самое мелкое из зеренка, которое упомянуто здесь, и вы скажете этой горе, подвинься отсюда, вон туда. Она подвинется. Не будет для вас ничего невозможного. А этот род бесов изгоняется лишь молитвой и постом. Ну, кстати, этого стиха в многих древних рукописях нету, где, кажется, действительно не очень он вписывается, потому что про молитву и пост здесь не сказано ничего. Ну, ладно, молитва еще более-менее с верой связана, а пост все-таки еще дальше от нее стоит. Но неважно, может быть, это то, что было добавлено в ходе каких-то редакций этого текста, когда люди размышляли, а что, собственно, дает веру, в чем состоит подвиг веры. Ну, вот молитва и пост — это некоторые действия, которые позволяют ее усиливать. Хотя все равно горы не переходят. Да и правильно, а зачем горами двигать? Ведь ничего хорошего не получится, если горы начнут туда-сюда передвигаться. Нельзя будет нормально жить в этой местности. Понятно, что это некоторый образ. А понятно, что здесь сравнивается горчичное зерно, самое мелкое, и горы, как, пожалуй, самый крупный объект, доступный непосредственному наблюдению людей. И, по сути дела, вот оказывается, что вопрос о вере — это такой очень больной вопрос. Вот нам всем не хватает веры, кто двигал горами. Я таких людей не знаю. И тогда получается все бесполезно. А молитва и пост — это позднее приписанная инструкция. Ну, ладно, ладно, горами вы не двигаете. Ну, хотя бы что-то сделайте, может быть, у вас получится. Вот, на мой взгляд, выглядит немножко так. Но смотрите, они только что были на горе, которая никуда не двигалась, кстати. На горе, на которой Иисус беседовал с Моисеем, Ильей, и трое из учеников были этому свидетелями. И вот такой резкий контраст, да? Вот гора, на которой они беседуют, и, в общем, все остальное как-то отсутствует. Вот такой какой-то мистический сокровенный опыт. И вот плоть этого мира, в котором все это кипит, в котором больно, в котором жалко тех, кому больно, в котором нужны исцеления, и любое действие двигать горами. Нет, не надо, пожалуйста, у нас тут города, селения, поля, куда вы эту гору двигаете, оставьте ее на месте, лучше бы даже ее не трогать, да? И вот этот контраст, который возникает, он вот как бы мост, да, оттуда сюда и отсюда туда. Но Иисус не остается там, и учеников там не оставляет, даже этих трех, он спускается в этот мир. Чтобы тоже, кстати, не горы двигать, а чем-то другим заниматься. Когда они все вместе были в Галилее, Иисус предупредил учеников, сыну человеческому предстоит быть преданному в руки людей, он будет убит, и на третий день пробудется. Это сильно их опечалило. Уже второе предсказание теперь, кажется, до них начинает доходить, потому что до этого Петр говорил, нет, не надо, а теперь просто опечалились. И вот опять контраст, да, гора и то, что происходит здесь внизу. Они пришли в Капернаум, город, где часто бывал Иисус, к Петру подошли сборщики подать и две драхмы с человека, и спросили, а ваш учитель, он заплатит две драхмы? Это подать на Иерусалимский храм. Собирали со всех иудеев. Это не государственный налог, поэтому как-то принудить к этому было трудно, но человек, который считал себя иудеем, конечно же, должен был платить эти две драхмы. Это немного. Драхмы – это дневная зарплата или динарии, просто два вида монет, например, на одной стоимости. Это дневной заработок рабочего, подземного. То есть, в общем-то, в год-две драхмы заплатить нетрудно. Сколько сегодня получает какой-нибудь гастарбайтер, которого зовут, что-то сделал быстренько, умножьте на два. Годовой налог – ну, совсем немного. А с другой стороны, вот это храмовые какие-то служители. То есть, заплатить им налог означает признать их господством над собой. Это не государство, которое берет, как бы не спрашивая. А эти говорят, ну, ты подчиняешься нашим храмовым правилам? Подчиняется ли им Иисус? Скандальный момент. Он же, в общем-то, уже как бы разорвал отношения с фарисеями, с аддукеями. И, по сути дела, они его обвиняют в том, что он все правила их нарушает, вот противопоставляет себя им. А две драхмы заплатят? Мелочь такая. А Петр сказал, да, заплатят. Почему? Ну, потому что Иисус-то ничего не говорил никогда против этих обрядов. Он не говорил, не надо ходить в храм Иерусалимский, не надо молиться, не надо поститься. Никогда он этого не говорил. Он, более того, подчеркивает, что закон Моисеев, да, он не придет, пока не исполнится. Он просто говорит о том, что надо исполнять его суть, а не придираться к внешним мелочам. А когда он вошел в дом, Иисус сам первым обратился к нему с вопросом. Потому что, вообще-то, Петр не спросил его, а как бы заранее обещал. Сам обратился к нему с вопросом. Как ты думаешь, Симон? О, кстати, уже не Петр, а Симон, потому что здесь он действует скорее как такой хороший иудей своего времени, чем как тот Петр, имя данное Иисусом, который исповедовал его мессианское достоинство, и которой скала, на ней будет построена церковь. Так вот, как ты думаешь, Симон, с кого собирают подати и пошлины земные цари? Со своих сыновей или с чужих? Ну, понятно, что со своих сыновей цари земные не берут подати, они, наоборот, на эти подати их содержат. Тот сказал, с чужих. Иисус уточнил, значит, царские сыны от них свободны. Если он сын, и Петр в прошлой главе, мы читали об этом, сказал, ты сын Бога живого, то какая подать может быть сына? Храм – это дом Бога на земле, и сын Божий не будет платить своему отцу подати монетами. Значит, царские сыны от них свободны. То есть, не надо платить. Но, чтобы нам не подавать им повода для соблазна, ступай к морю, забрось удочку, возьмем первую же попавшуюся рыбу, а он же рыбак, да, это его профессия, и раскрою ей рот, там ты найдешь статер. Статер – это монета в четыре драхма. Вот его и отдай, как подать, заменяя за себя. Ты, Петр, обещал, что я заплачу, я не буду создавать конфликтную ситуацию, ты заплатишь. Но не моими деньгами. Вообще мы, кстати, нигде не видим, чтобы Иисус дрожал в руках свои деньги. Он там Динарии будет просить показать, но это другая история, да? И Динарии ему дадут. Как бы у него с собой нигде нет ни одной медной монетки. Как можно было жить так, непонятно. То ли все ему давали уже готовое все, да? Не нужно было покупать. Там Иуда у нас носил денежный ящик. Не знаем, вот неважно, Иисус и деньги – одна из тех тем, которые просто не раскрыты в Евангелии. Но здесь это подробно описано, да? То есть Петр дал обещание, он его исполнит, но и не свои отдаст. Как-то Петр будет за него платить. А он заплатит чудесным образом найденную монету, да? Вот как бы отец пошлет ту монету, которую можно будет положить в корзину или в ящик для сбора податей для самого же отца. То есть как бы вот потом это прозвучит «отдайте кесарю кесарю», здесь «отдайте отцу отцово», то, что он послал, верните ему. И одновременно, смотрите, вот такой выход. Здесь не единственный случай, а потом все больше и больше их будет, когда я буду стараться поставить такую жесткую ситуацию, «да» или «нет». Причем любое «да» и любое «нет» будет опасным. Заплатит? Если заплатит, ага, он подчиняется храму. Если не заплатит, ага, он жадный, ну или он там нарушает наши правила и традиции. И каждый раз Иисус находит ответ, который выходит за эти рамки. Загоняют в угол, а он проходит сквозь стену. Нет угла. Мне кажется, это очень хороший пример. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...